Добрый вечер, коллеги. Мне очень приятно выступать в таком приятном месте, в такой душевной компании. И сейчас я расскажу вам, представлю вам результаты своей бакалаврской работы, которую я провела в прошлом учебном году. И расскажу о характерных чертах польских женских журналов межвоенного периода, которые я выявила. — Собственно, вопреки стереотипам, на страницах именно женских журналов достаточно хорошо отразились политические, экономические, социальные события, которыми этот период был очень богат. И для того, чтобы проследить динамику изменений, мы взяли шесть изданий. Это варшавские журналы Кобета в Симе, Блужд, который был своего рода лапно-сво-бумажкой. Мы проследили его на протяжении всего межвоенного периода. Блаз Кобет, Люблинский Пшегунд Кобетсы, Познанский Глаз Великополянок и также Жнинский журнал Моя Пшаячука. И также, вслед за историками, мы разделили межвоенный период на некие подпериоды. Формирование государства, которое происходило с ноября 2018 до марта 2021 года. Режим парламентской демократии до мая 1926 года, до майского переворота. Собственно, дальше рассматриваем первый этап санации до смерти Пилсудского в мае 1935 года. И также уже режим санации без Пилсудского последние годы перед войной до сентября 1939 года. Собственно, журналы я уже перечислила. Они были выбраны, исходя из их географического положения. И, в общем-то, этот фактор играл немаловажную роль, однако, до 1926 года. И особенно ярко он проявлялся в период формирования границ. То есть поздноские журналы писали об угрозе немцев, варшавские — об угрозе большевиков. Соответственно, влюбление писали об украинцах. Но влияние этого фактора ушло, как только границы уже были окончательно сформированы. Также с таким самым главным, пожалуй, изысканием стало то, что польские женские журналы не шли по пути от политизированности в 20-х к политичности в 30-х. Там наблюдались некие волны, которые были связаны с возможностью или невозможностью разделить ситуацию на полярные категории. То есть, когда формировались границы, у нас были определенные враги, соответственно, ситуация была полярная. Враги плохие, полярки хорошие. Соответственно, во время режима парламентской демократии, когда было очень много партий, было 4 парламентских кризиса, ситуацию на полярную... То есть, сложно было сказать, кто хороший, кто плохой, и журналы очень мало писали о политической обстановке. Перед войной, соответственно, уже пошло обращение к внешней угрозе. Собственно, также важно... Так, в общем-то, ну, так как я все-таки взяла женские вопросы, женские издания, также было бы неправильно полностью опустить освещение женского вопроса. И вывод оказался, впрочем, и любопытным, и логичным. Издания, где редакторами были женщины, обращались к женским вопросам гораздо больше. Самым успешным, на мой взгляд, в этом плане был журнал «Госковид» социалистический. То есть, он был наиболее прогрессивным в этом отношении. А журналы, которые редактировались мужчинами, в основном рассказывали о том, что женщина должна быть носительницей моральных устоев и так далее, и тому подобное. То есть, там вообще никак не проскакивала какая-то феминистка. «Госковид»? Да. Нет, его я вообще не рассматривала, он мне не попал. Ну, в общем. Честно говоря, я не уверена. Насколько я знаю, возобновлялось издание «Блужча». Он как раз старейший польский женский журнал. И он начал в конце 19 века. И тоже любого. То есть, его изначально редактировали мужчины. Ну, и, соответственно, все-таки еще Польша была разделена. Еще не было такого феминистского движения. Потом уже в 1918-м польские женщины получили право голоса. То есть, право на участие в общественно-политической жизни. В 1921-м как раз «Блужч» возобновился. После вот этого сложного времени. И там уже он принадлежал к кому-поле. Потом там тоже женщины были динакторами. И там уже, да, чаще принимался именно женский вопрос. Извините, перерывал вопрос или нет? Ну, на самом деле, я очень рада, что мы перешли к вопросам. Потому что, в общем-то, я посвятила главные особенности польских женских журналов в межфаен период. Спасибо большое за внимание. У меня один небольшой вопрос. Скажите, те журналы женские, которые писали, вообще те журналы, которые писали о женском вопросе, они писали о нем, ну, что называется, в унисон? Или были разные мнения по поводу этого женского вопроса? Была какая-то дискуссия или не было никакой дискуссии? Ну, вот, прям вот дискуссии между журналами скорее не было. Писали по-разному. Например, вот как раз Моя Пшайчука, который стал в 1934 году выходить, он был полностью аполитичным. И там, вот, как женский вопрос, скорее, вот, женская доля освещалась, как вот нечто такое традиционное, что-то как содержать там семью в порядке, быть хранительницей домашнего очага. В блужд, он был, хотя его акционерами были представители режима санации, и, в принципе, санация, ну, все-таки, хоть и диктатура, она была положительно нейтрально настроена к женскому вопросу. То есть они не вступали прямо в спор с Моей Пшайчукой, но писали, ну, так как-то более прогрессивно. Вот так. Можно у меня вопрос, который может вам помочь при оформлении диссертации, как я читаю методологию. У вас гендерное исследование с элементами истории или историческое с элементами гендерного? Историческое с элементами гендерного. А вот я просто, может, не очень хорошо себя представляю как бы истории достижений феминизма. Вот конкретно в это время какие были там три самых волнующих вопроса феминистского общества? Вот именно польской? Ну, я тут полагаю, что все равно встроен в какой-то общий контекст. Или вы считаете, что польское положение, положение женщин в Польше в этот период, оно как-то сильно отличалось от того, что было на Западной Европе? Ну, в общем-то, да. Скорее, это все-таки общие вопросы. Просто они, к сожалению, они до сих пор сейчас актуальны. Например, прям самый главный вопрос об абортах. То есть, например, я до сих пор помню небольшую заметку о том, как 17-летнюю девушку казнили, то есть был смертный приговор вынесен за то, что она после изнасилования родила в 17 лет и утопила ребенка в колодце. Потому что у меня не было… Ну, я думаю, что это все до сих пор актуально… Да, 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 да. Да, 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 да. Да, черный, да, черный дядь, Yep, да, 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 да. Как вы ходили на манифестации и прочие за все эти минуты. Да, 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 да. То есть вот это… Жея-то платить на женщин. Да, это проблема осталась, да. Ну, там Госкобит довольно интересно писал именно, ну, тоже там, допустим, была карикатур, что женщина работает, а мужчина помогает по дому, в быту как-то. Ну, это социалистический журнал, то есть они вот так вот больше за равноправие, но, опять же, это актуальная проблема, в принципе, везде она и в России сейчас актуальна, и, опять же, в Польше, то есть какое-то тут разделение, ну, условное разделение труда, что у женщин есть некая вторая смена неоплачиваемая. Так, и вот, если говорить, еще вспоминать про третью проблему. Ну, наверное, может, с рождением ребенка, и, как бы, насколько государство могло позаботиться о женщине вот в тот момент, когда... Ну, оно, ну, когда, ну, там тоже по закону, еще Филсудский подписал там в 1918 году закон о поддержке материнства, но, честно говоря, я не углублялась в вопрос, насколько оно соразмерно. Вроде бы, Капета все ими писала, что оно изначально было маленьким, вот это пособие, и не соразмерным, вот, но, честно, я не углубилась в то, насколько конкретно эта узкая проблема была решена, что у меня были чуть-чуть другие цели исследований. Да. Можно я тогда тоже задал свой вопрос, немножко уточняющий. То есть, получается, что женский журнал в это время, это не какая-то узко ограниченная, да, тематикой группа изданий, а именно такая широкая общественно-политическая... Да. ...публицистика, просто, ну, для женщин. Вот, на самом деле, да, и меня саму поразил этот факт, когда я занималась изучением этой темы, что там, да, то есть, там были новостные рубрики, то есть, наиболее таким типичным женским журналом была Моев Шайчука, и то даже там были какие-то новости, и в том числе, ну, касались новости международного положения дел, но другое дело именно в масштабах, то есть, Блужд посвящал новостям чуть-чуть больше места, чем, допустим, Моев Шайчук. Моев Шайчука, где уже больше было места для выкры, для каких-то советов, вот, но также любопытно именно, когда уже шла подготовка к войне, в журнале Моев Шайчука, таким прям вот типичным женским журналом, там появилась рубрика «Введение домашнего хозяйства в случае войны», то есть, тоже достаточно симптоматичный, то есть, где-то с апреля 1939 года. Спасибо. Спасибо. Вы, собственно, к цасовым лампажем, это что вы писаете, на все времена. Ну, да, вот, не знаю, но я, на самом деле, опиралась при отборе еще на книгу Зофьи Залеской, то есть, она в 1938 году выпустила эту книгу, и, то есть, там, получается, про женские журналы с 1818 года по 1938 год. Да, я понимаю, это очень похоже на этот язык, хотя не очень хорошо, там, не способствует, наверное, с 19, я так не знаю, что детство было. Интересно. Ну, замечательно. Хорошо. Спасибо большое за наводку. Спасибо вам большое за интересное. Спасибо.